Восемь часов столетия 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 Ну и стихия, и стихия. Если вода поднимается, она поднимается везде. Делаем все, что возможно. Я могу вам, конечно, привести цифры общего количества. Сколько у нас всего и дамбы, и мешкатары заготовлено. Просто немножко они у меня не под рукой, но тем не менее я вас уверяю, что такая работа ведется. У нас группировка, она состоит из 5 270 человек личного состава, 906 единиц техники, 495 мотопом, 129 плавательных средств. Все это дело задействовано сейчас, в данный момент, на то, чтобы люди не почувствовали себя брошенными, чтобы они поняли, что есть МЧС, что она помогает, что она эвакуирует. И, в общем-то, мы стараемся и сельхоз животных эвакуировать, и домашних животных тоже где-то помогаем и вещи выносим. То есть, чтобы меньше люди почувствовали на себе вот эту стихию. Да, Евгений Николаевич, на самом деле, сейчас люди рассчитывают, ну, самое главное, это, наверное, на мгновенную помощь сотрудников спасательных служб, то есть сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. Но, судя по тому, как вас хорошо слышно, связь, по крайней мере, сотовая связь работает отлично. Как вы считаете? Ну, да, в общем-то, здесь были приняты меры. Первое время были проблемы со связью. Сейчас все-таки усилиями и Акимата, и Казахтелекома, и других организаций, в общем-то, сотовых операторов, они понимают эту ситуацию, помогают мобильно, развертывают комплексы. И поэтому стараемся, чтобы все-таки было все хорошо, и население как можно меньше почувствовало вот это вот негатив, ну, как бы негативные последствия данного стихийного бедствия. И образование школьников не сказалось так, как у вас дистанционно сейчас школьники обучаются. Это понятно. Самое главное, воды, питьевой достаточно. Вы об этом тоже вчера говорили. И о работе, которая проделывается сейчас именно в Североказахстанской области, мы наблюдаем 24 на 7 у нас на канале и в других источниках. Благодарим, Евгений Николаевич, спокойного вам утра. Будем на связи. С нами на связи был из Петропавловска, Североказахстанской области, главный специалист группы по связям с общественностью Департамента ЧАЭС региона Евгений Журавлев. А сейчас Жамбылскую область. Там больше 30 дворов и территорий одной из школ потопило в селе Жасыркен. Причина склонного истоки, сформировавшиеся из-за сильного ливня. Чтобы откачать дождевые воды, привлекли почти 300 специалистов. Задействовали 60 единиц спецтехники. Все водохранилища региона работают в штатном режиме. Угрозы перелива нет, заявил на своей странице в инстаграм Аким Жамбылской области Ербол Харашукеев. По его словам, ситуация под контролем. А вот пять сел в Акмолинской области по-прежнему находятся без транспортного сообщения. Из них четыре остались без электричества. В Астраханской области продолжают ликвидировать последствия паводков. О том, как обеспечивают эти населенные пункты, всем необходимым расскажет наш корреспондент Аслан Абуталипов. Вот уже почти неделю, как жители пяти сел Астраханского района из-за разлива рек Аршалэ и Калутон остались без транспортного сообщения. Бригады спасателей каждый день подвозят предметы первой необходимости. Больных и нуждающихся в медицинской помощи заблаговременно эвакуировали. Заранее набрали воды, хлеба, но она надолго не хватила. При помощи спасателей нам удобно, что они людей переправляют, провизию увозят, воду, бензин, генераторы все работают в поселке. Сейчас вдоль трассы оборудованы эвакуационный пункт, где спасатели несут круглосуточное дежурство. Именно отсюда развозится провизия, топливо для электрогенераторов и медикаменты. Конечно, в этом задействованы спасатели у нас на моторных лодках. Огромное спасибо ребятам, которые, несмотря на все трудности, день и ночь, 24 часа в сутки, можно сказать, стоят на дежурстве. Также на сегодняшний день у нас идут поступления гуманитарной помощи с различных регионов нашей страны. В частности, с Павлодара прибыла гуманитарная помощь, которую мы делим и распределяем между жителями, которые пострадали от паводков. Ликвидация последствий ЧАЭС в районе продолжается. Строители уже приступают к восстановлению дороги в село Старый Калутон. Электроснабжение в остальных населенных пунктах возобновят после схода талых вод и ремонтных работ на линиях. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24КЗ. Оценивать ущерб от паводка продолжают комиссии в Костанайской области. Мобильные группы работают по заявлениям жителей, чьи дома подтопило талой водой. Таких в Костанайском районе больше двух тысяч. За возмещением материального ущерба в местный исполнительный орган обратились две сотни человек. Заявления от жителей, пострадавших от паводка, в Костанайском районе принимают восьмой день. Для большего охвата дополнительные столы развернули на улице возле Акимата. Мобильный штаб работает до позднего вечера. Мы собираем документы на материальную помощь и на возмещение ущерба от стихийного бедствия. Очень хорошо, что здесь поставили отдельное помещение, которое там не один принимает человек документы. А здесь прям ни очереди, ни столпотворения. Вообще хорошо придумано. В село Мичурино вода пришла сразу с двух сторон. А крайный посёлок подтопило, когда Табол вышел из берегов. Многие покидали дома в спешке. Забирали только документы. Мебель и бытовую технику вывезти не успели. Вода дошла примерно, вот здесь считать, от фундамента. Примерно до шеи вот дошло. Видно вот вода, где стоял вот даже. Сейчас уже соль всё выходит оттуда. От этой воды вот уже снаружи кирпичи уже начинают трескаться, ломаются. Так же это фундамент тоже уже негодный это стал. Пол, ламинат, кафель, обои негодные. Ничего получается. Вот стены ружатся, падает всё. Обои мы сами сняли вчера уже. И вся мебель, всё уже 100% негодная. Поставили вот пушку, хотим просушить полностью сначала, потом только начать ремонт. Если выделить государство деньги. Во время паводка в Кустанайском районе подтопило больше двух тысяч домов в пяти дачных обществах и сёлах Мичурино и Алтынцарина. От жителей поступило две сотни заявлений на возмещение ущерба. Отрабатывают каждая. Комиссия уже осмотрела порядка 140 домов. С сегодняшнего дня уже пойдут единовременные выплаты 100 МРП на семью. Все дефектные акты собрали. С каждым жителем будем рассматривать в индивидуальном порядке их дефектный акт, оценочную комиссию. И уже будет решаться, необходимо ремонтировать это или же выплачивать компенсацию. В случае, если дома признают аварийными и непригодными для реконструкции, собственникам приобретут или построят новое жилье. Такая практика уже есть в Аркалыке. Там восстановлению не подлежат 76 домов. На их покупку из чрезвычайного резерва правительства выделено 405 миллионов тенге. На качество хозяйственно-питьевой воды жалуются жители Жесказгана. В кранах она течет мутно с желтоватым оттенком. Ответственные лица утверждают, что это связано с паводковым периодом. За последние несколько недель в Кингирское водохранилище поступило почти 400 миллионов кубометров воды. Большую часть сбросили в русло реки Кингир. Как это отразилось на водопроводе города, узнавала наша коллега Елизавета Шалина. Жесказганка Виктория Горшкова использует водопроводную воду для хозяйственных нужд и питья. И ее качество сейчас заметно снизилось, утверждает пенсионерка. За период паводков в Кингирское водохранилище пришел большой объем воды. Природный процесс привел к естественному помутнению водного запаса. По информации специалистов, до паводкового периода мутность составляла от 0,3 до 0,5 мг на литр. В пик паводка этот показатель достигал уровня 2 мг на литр. Мы сейчас для снятия мутности используем реагент-коагулянт. По степени мутности идет снижение. На данный момент по химическим и микробиологическим анализам для здоровья населения нет вреда. Сейчас поступление воды в искусственном водоеме минимально идет постепенно и снижение мутности. Согласно последним анализам, этот показатель находится на уровне 1,3 мг на литр и укладывается в установленные нормы. В пределах допустимого и другие показатели качества и безопасности. Для обеззараживания воды, подаваемой в централизованную систему водоснабжения города, на период паводка увеличено содержание хлора. Также усилен лабораторный контроль. Число исследований повышено вдвое. Причем не только самим предприятием тепловодоснабжения, но и городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля. Да, есть временные отклонения по химическому составу, влияющие на органомическую цветность и мутность. На период паводка это допускается временное отступление, это предусмотрено нашими санитарными правилами, в связи с чем управление выносит постановление о проведении санитарно-противотемических и санитарно-профилактических мероприятий, где одним из пунктов является проведение дезинфекции водопроводных систем и сооружения. Внеплановую обработку городской системы водоснабжения проведут в ближайшее время. Дополнительно населению рекомендовано использовать для питья кипяченую и бутилированную воду. Елизавета Шалин, Нурдоли Томанкешев, 24КЗ, область Улутан. Пик интенсивного снеготаяния фиксируют в горных районах Восточно-Казахстанской области. Еще заснеженные вершины ежедневно осматривают с воздуха. Продолжается авиапатрулирование местности. В регионе готовятся ко второй волне паводковой опасности. Уровень воды по часам замеряют гидрологи. В зоне особого внимания горные реки. Их состояние увидел Вячеслав Витлугин. Время 12 часов дня, уровень 16 сантиметров. Каждые 4 часа учащенный режим принятия информации по уровню реки. Как чуткие врачи, спасатели и гидрологи прощупывают пульс крупнейшей водной артерии горной ульбы. Диагноз пока утешительный. На 1 сантиметр упал уровень воды. Это тоже результат. Притоки обмерели от 2 до 4 сантиметров. В паводковый период такие показатели обнадеживают. Вода с 8 утра до 12 ушла на 1 сантиметр. Снега намного меньше стало. Вода падает, свой уровень приходит. Контролируют все 180 километров ульбы и других крупных рек. Ради двух-трех замеров сотрудники КАЗ Гидромета проходят десятки километров пешком. У нас порядка 4 стационарных постов. На реке Ульба 2 гидропоста, на реке Глубочанка и на реке Красноярка. По гидросооружениям обстановка стабильная. Из городов и районов детально собирают и анализируют данные. Уточняют уровень промерзания почв и пути естественного дренажа и варианты отвода талых вод. Меньше чем за неделю объемы снегонакоплений в горной местности снизились на 12%. И с интенсивным снеготаянием горные реки не достигли критических отметок полноводности. Именно поэтому специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям считают, что вторую волну паводковой опасности регион примет без серьезных последствий. Между тем вертолеты ежедневно барражируют над горными вершинами. С воздуха фиксируют локальные подтопления дорог и полей. Варианты усложнения обстановки все же не исключены. На этот случай в городах и районах подготовлено больше 150 пунктов эвакуации. Сейчас делается все возможное, чтобы они оставались лишь резервными. А большая вода прошла стороной. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. 24КЗ. Тем временем жители пострадавшего от паводков российского города Орск возвращаются домой. Многие из них стихию переждали в пунктах временного размещения. Всего в регионе развернули 16 таких эваку-пунктов. Сейчас в них остаются почти 700 человек. Организованы места отдыха и горячее питание. На всех объектах дежурят медработники и сотрудники полиции. Уровень воды в реке Урал сейчас заметно снизился. Всего там было затоплено около 7 тысяч жилых домов. А вот наводнения обрушились на юго-западную часть Пакистана. Больше всего пострадала провинция Белуджистан. В регионе третий день идут сильные ливни. Погибли 36 человек. В основном это фермеры. Разрушены сотни домов. Власти страны объявили режим ЧАЭС в регионе. И направили туда спасателей и гуманитарную помощь. По прогнозам синоптиков, сильные ливни продолжатся в регионе еще как минимум неделю. Тем временем сильные наводнения, вызванные проливными дождями, захлестнули и Оманскую провинцию Северное-Эш-Шарке. Погибли 12 человек и еще 5 пропали без вести. Вода также затопила сотни домов и десятки автомобилей. Размыты дороги, школы и офисы временно закрыли. Отменены десятки авиарейсов. Количество осадков в регионе достигло 90 миллиметров. Эвакуированы полторы тысячи человек. 33 человека погибли из-за наводнений, вызванных сезонными ливнями в Афганистане. Еще 27 получили ранения. От внезапных паводков пострадала столица Кабул и еще 20 провинций. Сильные дожди шли там с конца прошлой недели. Разрушены больше 600 домов. Погибло почти 200 голов скота. Наводнение повредило около 800 гектаров сельскохозяйственных угодий. От большой воды также пострадал соседний с Афганистаном Пакистан. Там погибли 36 человек. На юбе-западе страны объявлено чрезвычайное положение. Мы просим помощи у международных организаций и зарубежных стран. От наводнений пострадало много семей. Большинство из них не смогут восстановить свое жилье самостоятельно. Ну а сейчас перенесемся в Колумбию. Там через два месяца столица, богата, может полностью лишиться запаса воды. Главной причиной эксперты называют продолжительную засуху в регионе, вызванную феноменом Эль-Ниньо. Мэр города призывает жителей максимально экономить воду, а также по возможности отказаться от гигиенических процедур. Некоторые районы столицы отключили от городской системы водоснабжения вообще. В других воду подают по графику, чтобы сэкономить как-то запасы жизненно важного ресурса в водохранилищах. Так, в двух из них наполняемость снизилась до критических 17%. В целом изменения климата и вызванные им катаклизмы усиливают распространение опасных заболеваний. Воз прогнозируют рост смертности от жары тем временем. В группе риска пожилые и люди, имеющие сезон аллергию, а также ослабленный иммунитет. К нашему эфиру присоединяется международный обозреватель Сандугаш Байуаныш. Так, Сандугаш, о каких заболеваниях в основном идет речь сегодня? Здравствуйте, коллеги. Как сообщает ВОЗ, наблюдается всплеск инфекционных заболеваний, включая малярию. Кроме того, растет количество случаев диареи и теплового стресса. Долгое пребывание на солнце несет вред основным органам человека. Подробнее об этом расскажу в материале. Глобальное потепление – это одна из главных угроз здоровью человечества в 21 веке. Это признали представители Всемирной организации здравоохранения. Под ударом находятся в основном пожилые люди старше 65 лет. Смертность среди данной категории населения увеличилась на 70% за последние два десятилетия. Я не думаю, что жара каким-то образом может быть полезна. У меня эпилепсия, а из-за слишком жаркой погоды у меня бывает много приступов. Я не помню, чтобы в начале апреля в Варшаве было плюс 26 градусов. Прогноз для нас весьма критичный. Я даже не представляю, какая температура будет в ближайшие месяцы. Долгое пребывание на солнце ведет к тепловому стрессу, в результате чего нарушается работа многих важных органов, говорится на сайте ВОЗ. В Бразилии из-за высоких температур зафиксировали 200 тысяч случаев хронической болезни почек. Это данные за последние 15 лет. В мире от этого недуга ежегодно умирает больше 2,5 миллиона человек. Это примерно 5% всех смертей в мире, почитали исследователи Университета Мельбурна. Для людей аномальная погода создает неблагоприятные условия, а вот для насекомых и вирусов напротив. Глобальное потепление приводит к самой серьезной вспышке лихорадки Денге в Аргентине. Переносчики инфекции – это теплолюбивые комары. С начала года зарегистрировано больше 180 тысяч случаев заболеваний, в том числе 129 со смертельным исходом. Сообщает Минздрав страны. Пик заболеваний обычно приходится на конец лета. Но из-за повышения температуры воздуха комаров становится больше и раньше сезона. Больницы столкнулись с серьезной нагрузкой. На данный момент около 25% больниц заполнено больными деньги. Я предполагаю, что в следующем году ситуация станет более напряженной. У нас будут вторые эпизоды и более тяжелые случаи деньги. Если мы посмотрим на статистику Денге в южном конусе, куда входит Бразилия, Парагвай, Боливия, Перу, мы увидим, что в этом году зафиксировано рекордное количество случаев заболевания по сравнению с предыдущими годами. А эпидемия началась раньше. То же самое происходит с Аргентиной. На самочувствие людей по всему миру оказывают влияние не только сама жара, но и ее последствия. Высокие температуры и засухи становятся причиной частых лесных пожаров. Из-за возгораний в воздухе повышается концентрация СО2. Как итог, распространяются болезни дыхательных путей и органов. Только в семи странах мира зафиксированы безопасные уровни загрязнения воздуха. Это Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия, Маврикия и Новая Зеландия. Страны с наихудшим качеством воздуха сосредоточены в Южной и Центральной Азии. В антирейтинге Бангладеш, Пакистан, Индия и Таджикистан. Треть земель Индии либо высохла, либо находится в стадии деградации. С дорог, в том числе со строительных площадок, поднимается много пыли. Из-за этого тяжело дышать. И это вы можете видеть... В результате дисбаланса у человека может развиться депрессия. Из-за посттравматического расстройства ежегодно умирают 850 тысяч человек в мире. Арстан Лунара, скажите, а как вы переносите жару? Ой, сложно. Сейчас, к сожалению, температура уже повышается. Во многих регионах жалуются на преждевременную жару, которые присущи летом. Я не знаю, что будет летом, но информация действительно познавательная. Есть над чем задуматься. Вообще, на самом деле, у городских жителей в последнее время организм, на самом деле, изнежился. Когда в детстве мы жили не в городских условиях, спокойно относились и к жаре, и к прохладе. Лучшее, допустим, лучшее терпение, это, наверное, у бедуинов, тех, кто живет в пустыне. Как эта вторая часть схожа? Я хотела задать вопрос, потому что ты, наверное, знаешь, когда это ваше детство. Мы продолжаем. Спасибо, Санкт-Петербург. Мы продолжаем. Тысячи людей вышли на манифестации в центре Парижа с требованием обеспечить надлежащие условия труда рабочим на предстоящих Олимпийских играх. Демонстранты заблокировали ключевые улицы и скандировали лозунги. Они назвали оскорбительными условия компенсации за сверхурочную работу во время турнира. Демонстранты также потребовали организовать питание для рабочих и нанять во время мероприятия дополнительный персонал, по словам правоохранительных органов. В целом, акция в столице прошла без серьезных инцидентов. Отмечу, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. А вот в аптеках США наблюдается нехватка лекарств. По данным американского общества фармацевтов, в системы здравоохранения с начала года испытывают дефицит по 300 медикаментам разного класса. Это рекордный показатель за последние 23 года. В их число входят химиотерапевтические и гормональные препараты, а также лекарства для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. По словам властей, дефицит медикаментов сохранится в стране в течение полутора лет. Причины называют пробелы в цепочках поставок и прекращение производства некоторых препаратов. Ну а сейчас к новостям экономики. По итогам марта в ряде регионов Казахстана упали цены на квартиры в новостройках, сообщает Бюро национальной статистики. И за месяц стоимость первичной недвижимости в среднем снизилась на полпроцента. Заметнее всего новое жилье подешевело в Атырау. Тему продолжит наш экономический обозреватель Сабина Балашкина в рубрике «Первая цифра». Сабин, стало интересно сразу узнать среднюю стоимость квадратного метра в новостройках по стране. Есть такая информация? Да, есть. По данным Бюро национальной статистики, средняя стоимость квадратного метра в новостройке по стране 486 тысяч тенге. В каком городе первичное жилье дешевле всего? Подробности расскажу в обзоре. Согласно наблюдениям над статистикой, в марте цены на новые квартиры упали сразу в четырех городах. В Атырау, Усть-Каменогорске, Астане и Павлодаре. Однако такая динамика коснулась не каждого региона. В четырех городах по итогам марта аналитики, напротив, зафиксировали рост цен. Квартиры в новостройках подорожали в Таразе, Талдыкургане, Актау и Алматы. В остальных областях ценники на первичку не изменились. А вот что касается стоимости квадратного метра, то дешевле всего он обходится покупателям в Актубе. Почти 280 тысяч тенге. Далее следуют Уральск и Кукшетау. 285 и 288 тысяч соответственно. Отрицательные показатели наблюдаются и на рынке жилой недвижимости. В марте казахстанцы заключили около 26 тысяч сделок, что на 13% меньше, чем в феврале. Как сообщает бюро над статистики, тенденция затронула абсолютно все регионы. Однако наибольший спад произошел в Павлодарской области, Алматы и области ЖТСУ. Тем не менее, лидируют по числу проданных квартир Астана, Алматы и Карагандинский регион. В спросе однокомнатные по итогам марта казахстанцы приобрели свыше 8 тысяч таких квартир. Какие квартиры опасно покупать? Аналитики назвали самые распространенные случаи, когда все-таки стоит насторожиться при оформлении сделки. Специалисты рекомендуют обратить внимание на продажу по доверенности. Если квартиру реализует представитель владельца, то есть риски. Доверенность может оказаться поддельной, просроченной или отозванной. Собственный имеет право сделать это в любой момент. Поэтому такую сделку могут признать недействительной. И в этом случае покупатель рискует остаться без новой недвижимости. Более осторожным нужно быть и с квартирами, которые перешли по наследству. Тут тоже есть вероятность, что после покупки могут объявиться дополнительные наследники. Также подозрительным поведением можно считать, если продавец показывает только копии документов вместо оригиналов. Также настаивает оформить договор без нотариуса. Или же просит указать в нем стоимость ниже той, за которой продает квартиру. Я призываю консультироваться, что в новостройке, что во вторичке. Консультироваться с юристами. Не жалеть на этом денег. Не надо здесь экономить. Это небольшие затраты. Одна консультация юриста обойдется от 100 до 300 тысяч тенге. Нотариус предоставит вам консультацию либо бесплатно, либо возьмет с вас 5-10 тысяч тенге. То есть это небольшие деньги, чтобы заплатить и дальше спать спокойно. Потому что самая дешевая квартира на сегодня стоит уже 15-20 миллионов. И к другим темам. Мошенники наживаются на автовладельцах иностранных автомобилей, у которых есть сложности с оформлением страховки. Участились случаи продажи поддельных полисов, сообщают в СК Евразия. Злоумышленники заманивают жертв через таргетированную рекламу в соцсетях. Агенты предлагают сделать автостраховку на любой вид транспорта максимум за 60 тысяч тенге. Клиент переводит деньги на банковскую карту лжеагентов и после ему высылают фиктивный полис в электронном формате. Этот документ не отображается в единой страховой базе данных, поэтому считается недействительным, отмечают специалисты. При таком раскладе автолюбители рискуют не только получить штраф в размере 18 тысяч тенге, но и понести финансовые убытки в случае ДТП. И в завершение информации с казахстанской фондовой биржи по итогам последних вечерних торгов. Курс доллара составил 448 тенге 56 иинов, евро 478 65 рубль 480. Коллеги, хочу в завершение сказать, что мне известно, вы у нас автолюбители, поэтому будьте осторожны, не попадайтесь на мошенников. Благодарим, Сабин. Будем внимательнее. Это была Сабина Балашкина, ее рубрика «Контур мира». Первая цифра, простите, мы продолжаем. Возвращаемся в нашу страну. Мясо скота, зараженного бруцеллезом, продавали на рынках в Жамбылской области. Эти и другие многочисленные нарушения законодательства в сфере ветеринарии выявили прокуроры региона. В частности, обнаружили системные нарушения при выдаче справок на транспортировку мяса, учет животных и несоответствие сведений о их вакцинации. Кроме этого, правоохранители выявили факты невведения карантина. Как, к примеру, в Жуалынском районе при массовом заболевании лейкозом 500 голов скота не ввели карантинные меры. Началась служебная проверка. Виновных наказали. За последние три года на улучшение эпизоотической ситуации направили почти 7 миллиардов тенге. А ситуация с сибирской язвой остается неудовлетворительной, отметили прокуроры. По результатам проверки к административной ответственности привлекли 5 человек к дисциплинарной больше 10 должностных лиц. В комитет ветеринарного контроля внесли акт надзора, а руководителю лаборатории объявили выговор. Проводится служебная проверка в отношении руководителя ветеринарной инспекции. Порядка 80 интернет-ресурсов по продаже и пропаганде наркотических средств заблокировали правоохранители в этом году в Карагандинской области. В наркобизнес продолжают вовлекать подростков. Если в прошлом году полицейские задержали 6 несовершеннолетних закладчиков, то за три месяца этого на распространение синтетических наркотиков уже попались 3 студента колледжа. Полицейские постоянно проводят встречи с молодежью, где разъясняют уголовный кодекс. Например, за продажу наркотиков в учебных заведениях можно получить пожизненный срок, а за их рекламу и пропаганду грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Также правоохранители дают рекомендации родителям школьников. Родители должны обращать большое внимание на психоэмоциональное состояние ребенка, должны смотреть содержание сотовых телефонов, портфелей, на наличие различных запрещенных веществ, порошков, изолент. Допустим, если у ребенка появилась какая-либо крупная сумма денег, происхождение которых он не может объяснить, это должно вызывать особое подозрение у родителей. А вот команда казахстанских дипломатов заняла призовое место в турнире по мини-футболу среди международных посольств в Грузии. Соревнования проводят второй год подряд с целью поддержки и развития дружеских отношений между народами и странами. Юлия Тужилкина с подростками из Тбилиси. Болельщики пенальти и напряженные моменты. Совсем как в профессиональном футболе. Только игроки – дипломаты из разных стран. Турнир по мини-футболу в Тбилиси состоялся при поддержке Министерства иностранных дел Грузии. Этот турнир проводится уже второй год. В этом году в нем приняли участие 8 команд из разных посольств. В следующем году тоже будут такие соревнования, так как интерес к ним только растет. Турнир проходил два дня. Команда казахстанских дипломатов по итогам первого дня соревнований вышла в плей-офф. Мы хорошо сыграли. За наших отомстили вчера. Потому что мы вчера Грецию выиграли. Счетом 5-2. Вчера еще с Грузией играли, с Турцией еще. Но с Грузией ничью сыграли, а так Турцию победили. Во второй день в финальном матче с посольством Катара наши сыграли в ничью. 3-3. Но пенальти решила игру не в нашу пользу. К слову, в команде Казахстана не только работники посольства, но и студенты. Мы студенты учимся здесь в универе. И нам через чат нашли, нас посольство Казахстана. И сейчас поддержали, хотели поддержать команду, сыграть. И довольно хороший турнир провели. В итоге казахстанская команда заняла третье место. Второе дипломаты из Катара. А первое сборная МИД Грузии. Мы поддерживаем такие активности и, конечно, рады, когда такие турниры проходят у нас. Это помогает поддерживать дружеские связи с другими странами. Для дальнейшей поддержки и развития дипломатических связей в Грузии планируют провести подобные турниры по другим видам спорта. В том числе, баскетболу и бильярду. Юлия Тужилкина, Ашалва, Асура Милашвили, 24 КСЗ, Грузия, Тбилиси. Праздничное мероприятие к 125-летию выдающегося казахского ученого. Геолога Каныша Садпаева прошли в России. В одном из крупнейших научно-образовательных центров в городе Томске глубоко чтят память казахстанского ученого с мировым именем. Садпаев открыл одно из крупнейших в мире месторождений меди в Жасказгане и составил карту полезных ископаемых Казахстана. Подробнее в материале Даны Нуржан. Студенческие годы Каныша Садпаева прошли здесь, в Томске. Он учился в политехе, а после стал его выдающимся выпускником. В УЗИ есть имена и аудитории Садпаева, а в музее политехнического университета первому президенту Академии наук Казахстана посвящена вот эта экспозиция, где представлены его личные вещи. Это, например, свидетельство об окончании и семейные фотографии. Принять участие в памятных мероприятиях, посвященных юбилею Каныша Садпаева, в Томск приехал посол Казахстана в России Даурен Абаев. Он возложил цветы к памятнику казахскому геологу и встретился с администрацией Томского политехнического университета. Сегодня этот ВУЗ связывает тесное сотрудничество с Казахстаном. Здесь учатся более тысячи казахстанских студентов. Действуют 46 договоров с образовательными организациями нашей страны. По словам преподавателей, студентов вдохновляет пример выдающегося соотечественника Каныша Садпаева. А учеба для первокурсников начинается с посещения университетского музея. Каждый год практически, не говоря о юбилеях, издается либо научное издание, либо какие-то воспоминания его соратников. И, конечно же, они пополняются в том числе и наш раздел нашей экспозиции. Вот эта обновленная экспозиция 2010-го года. Вот эта часть про Садпаева, мне кажется, она больше всех и пополняется. В нечествовании Каныша Садпаева Томск посетила делегация из Павлодара, в том числе сотрудники мемориального музея, который находится на малой родине ученого в Байнауле. Встречались с коллегами, переговаривали. Я так думаю, что маленький уголок для нашего земляка, очень известный елок был, ученик Усова. Ведем переговоры насчет открытия музея Каныша Иматайча Садпаева в стенах университета или в городе Томске. В ходе визита казахстанской делегации в Томск стороны обсудили вопросы сотрудничества в образовательной сфере, в том числе развитие программ академической мобильности. Дану Нуржан, Шахзот Гомиров, Россия, 24КЗ. Мы напоминаем, что больше 111 тысяч человек спасли и эвакуировали сначала паводков. Из них 39 тысяч – это дети. Сейчас в свои дома вернулись почти 12 тысяч человек, сообщил представитель МЧС РК Ярасл Сайпаш. В восьми регионах страны сохраняется режим ЧС, продолжаются противопаводковые мероприятия. В них задействованы свыше 33 тысяч человек – это спасатели, военнослужащие, волонтеры и сами жители подтопленных районов. Уже удалось отвести воду более чем из 3,5 тысяч жилых домов. Подтопленными остаются 2 тысячи дачных участков, 1,5 тысячи дворовых территорий и 5405 частных жилых домов в Акмолинской, Акцюгинской, Костанайской, Атраусской и Североказахстанской областях. Североказанской областях Это были все новости к данному часу. Берегите себя. В студии для вас работали Луна Рыбик Бусинова, Киарастан Балтин. До встречи на канале 24КЗ. Луна Рыбик Бусинова, Киарастанской областях.